Медиа-группа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые зрители! SOC Forum Online продолжается. С вами Александр Кузнецов, руководитель ключевых проектов JSOC. И сейчас начинается одна из самых интересных секций, посвященная людям и процессам. А мы-то с вами знаем, что люди — это самое главное в SOC. Поэтому будет не только интересно, но и полезно. Ведь мы собрали для вас лучших спикеров. А пока они готовятся, я напоминаю, что мы ждем ваших вопросов в чате. И я с удовольствием предлагаю на сцену своего коллегу, представителя компании «Ростелеком Солар» Алексея Павлова, который расскажет, а зачем заказчики обращаются за сервисами SOC. Алексей, вам слово! Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Павлов. И я возглавляю пресейл всех сервисов по информационной безопасности компании «Ростелеком Солар». Работаю в компании уже 6 лет. И за это время увидел многое. Увидел совершенно разные запросы. Я попытался структурировать их в определенные, скажем так, классы заказчиков, условно разделив их на 4 группы, которые вы сейчас видите на экране. В первую очередь я разделил их по запросам и по уровню зрелости. Потому что в зависимости от того, насколько человек погружен в тематику SOC, он обращается с совершенно разными запросами к нам. И давайте по порядку обсудим, собственно, с какими запросами приходят к нам в Солар. И я уверен, что в другие компании приходят с такими же запросами непосредственно заказчики. И начнем с самого, наверное, продвинутого класса заказчиков. Это эксперты. Это те компании, это те люди, которые либо на собственной шкуре уже попробовали, что такое SOC, либо очень хорошо погрузились в теорию, собственно, процессов, операционки и решений, которые позволяют создать SOC внутри своей организации. И давайте, собственно, посмотрим, в каких случаях такие вроде бы эксперты, которые сами готовы сделать все от начала и до конца в плане строительства и операционной поддержки SOC, обращаются. Здесь, условно, можно разделить на три подкласса, на три зоны ответственности, скажем так. Например, если в компании уже есть SOC, но в какой-то момент понимают руководители SOC, что недостаточно у него зрелости, недостаточно у него проработки операционного взаимодействия с другими подразделениями, он просто неэффективен. В этом случае очень часто заказчики говорят о том, что мы хотим там консалтинг, либо там верхнеуровневый, либо глубокий, но в первую очередь это связано с проработкой процессов вокруг SOC. Второе, это, соответственно, когда в заказчике, например, SOC нету от слова совсем, но при этом приходят здравые люди, которые говорят, мы хотим построить там, не знаю, центр Госсопка или SOC, и это должно сразу взлететь, сразу заработать через определенный момент строительства. Ну и вариант номер три, там среди наших клиентов немало таких заказчиков, это вариант, когда приходят люди, говорят, мы пробовали строить SOC сами, либо мы прекрасно понимаем уже на старте, что мы не сможем это сделать, поэтому мы выбираем сервисный подход, и нам интересен SOC как сервис. В каждом из этих случаев есть свои нюансы, о которых хочется как раз рассказать вам, и, может быть, предупредить как бы те ваши несбывшиеся надежды относительно SOC или запроса, с которым вы придете к нам, уже сейчас, то есть на старте до того, как вы придете с таким запросом. Ну, первое, с чем мы очень часто сталкиваемся, это что есть компания, в которой есть какой-то свой SOC на, например, OpenStack'е, была команда, которая его поддерживала, команда ушла, после этого они приходят к нам и говорят, «Ребят, а давайте вы его просто возьмете и заново перезапустите этот SOC». К сожалению, данный подход, он не работает нормально, потому что каждая команда разработчиков, особенно если это OpenStack, работает только со своим решением и затачивает его под конкретную компанию. И если мы, как аутсорсер, придем, разберемся, у нас потребуется на это месяца и, может быть, даже годы, чтобы вникнуть в текущую ситуацию и заново возродить этот SOC. Поэтому иногда проще сломать, и мы на старте обычно заказчику говорим, что «Товарищ, мы не будем сейчас твои решения оживлять, мы к тебе придем с коммерческими решениями, с которыми мы работаем, и это важно». Второй момент – это что после строительства SOC, вот мы, например, там, не знаю, построили SOC, и после этого заказчикам говорим, нам необходимо понаблюдать, как эти процессы будут жить в рамках твоей организации. У всех все по-разному, поэтому построить и отпустить – плохой вариант – это то же самое, как обратиться к интеграторам, которые внедрят средства защиты. Третий важный момент, о котором хотелось бы сказать – это люди. Люди должны быть отказоустойчивыми, то есть должна быть либо база знаний, либо, соответственно, должны быть общей шариной компетенции, когда человек увольняется, уходит в отпуск, заболевает, или, не дай бог, что-то еще с ним происходит, должны быть люди, которые смогут его заменить. Ну и четвертый момент, когда мы обращаемся за построением SOC, либо модернизацией своего SOC, очень важно, чтобы компания, которая это делает, была практиком, чтобы она именно погружалась в операционку, и сама на своей шкуре, на своем опыте работала бы с инцидентами SOC. Ни один интегратор не обладает экспертизой операционки SOC, потому что они просто этим не занимаются, они внедрили и оставили, либо максимум поддерживают, приходя раз в год. И это тоже важный нюанс. Второе, это, конечно, если мы строим SOC с нуля, то построить его быстро невозможно, потому что необходимо внедрить, необходимо настроить процессы, необходимо обучить команду, а потом какое-то время опять же наблюдать за тем, как это все развивается, растет, или наоборот затухает. И тут очень важно, что на старте строительства SOC заказчик должен быть готов с готовыми людьми и технической базой, либо готов закупать, нанимать этих людей, потому что любое время при строительстве SOC, то есть консалтинговая организация, стоит денег. Если ничего не готово, мы приходим, и заказчик говорит, что он хочет SOC, он тратит свои деньги на то, чтобы просто обеспечивать нашу какую-то операционку, пока он нанимает людей. А мы там выстраиваем процессы, что-то еще, и ждем его. И третье, что не все стоит делать самим. Например, не стоит в себе расти там хай-энд форензеров, потому что им станет скучно, если вы не зелененький банк, если вы не крупный телеком-оператор, им станет скучно внутри вас, потому что им нужны разноплановые, разнообразные задачи. Поэтому я всегда предостерегаю очень узкоспециализированные, высококвалифицированные кадры растить внутри. Они просто уйдут от вас, и к этому надо быть готовым. Еще из моментов, если мы говорим про сервисный подход, сразу все реализовать невозможно. Поэтому мы всегда говорим, давайте есть слона по частям. Если вы крупная федеральная компания, у которой есть много филиалов, если вы все их сразу подключите к Сиему, и начнете пытаться работать с инцидентами, вы закопаетесь. Это как цунами, который накроет вас, взводят айтишники, взводите вы, и вы не справитесь с нагрузкой. Поэтому важно на старте начинать с какого-то небольшого тестовой зоны, прорабатывать процессы, прорабатывать регламенты, вовлекать IT и бизнес, и уже после этого масштабироваться внутри своей организации, правильно разделяя зону ответственности. Второй тип – это продвинутые люди, которые в целом что-то понимают про СОК, довольно неплохо умеют объяснить, для чего нужен СИЕМ в СОКе, что СОК – это не только СИЕМ, но при этом от них бывают иногда довольно странные запросы. Например, есть СИЕМ, ребят, нам нужно от вас только первая линия для операционки, либо только аналитики. Либо просто внедрите, поставьте СИЕМ, либо другой вариант – у нас уже есть централизованный сбор логов, забирайте все логи оттуда. Еще из вариантов запросов – хочу СОК подешевле в период пандемии, у меня немного денег, поэтому на то, что осталось, сделайте мне услугу. Ну и последний вариант – тоже мне довольно часто приходится с ним работать – это постройте мне СОК за 3 месяца. Давайте поговорим про нюансы здесь. Первое основное – первая линия на аутсорсе, если она только первая линия, она выйдет вам дороже всегда. Это довольно просто объяснить, потому что эта первая линия будет работать только на вас, только под ваши процессы, на вашем контенте, с вашими аналитиками, которые как-то создали там правила корреляции и операционку вокруг обработки инцидентов и реагирования на них. Поэтому фактически вы просите аутсорсера нанять людей под вас, нанять темлида под вас, погрузиться в ваши процессы, а еще ему необходимо перестраховаться, что вы в какой-то момент ушли, и поэтому он делает вам ценник Х2 на этих людей. Если вам нужна только первая линия, всегда делайте ее внутри. Второй момент – то, что эксперты и контент СИЕМА – это самое дорогое в СОКе. Поэтому нет смысла говорить, а давайте вот вы мне дадите аналитиков, давайте вы мне дадите ваш контент СИЕМА, если вы не собираетесь в будущем перехватывать все и строить свой СОК. А вот первая линия моя. Тут есть несколько нюансов. Первое – мы не можем отвечать за то, как ваша первая линия разбирает инциденты, мы не имеем рычагов давления и влияния на них. Мы никак не понимаем, условно, какие деньги они получают и так далее. Но при этом мы вгружаем в вас самые крутые наши ресурсы, наших аналитиков, наших архитекторов, наш контент, и вы получаете тот же СОК за чуть меньшие деньги, который будет работать непонятно как. А по поводу централизованной хранилки логов скажу одно, один аргумент. Если мы говорим про нативный сбор логов, там уже производительными СИЕМ, вендорами разработаны большое количество коннекторов к типовым системам. Если вы говорите, а давайте вы из моего логстэша будете забирать виндовые логи, просто подумайте, что в каждом виндовом логе нас интересует порядка 70-80 типов событий, в каждом из которых порядка 30 полей. Соответственно, перемножьте одно на другое и поймите, какой маппинг полей нам надо будет делать. При этом, если у нас модернизируется контент, изменяется маппинг, выходит обновление Windows, или происходит что-то еще, нам необходимо вот этот вот костыль поддерживать в режиме операционки. И это там неисполнимая задача. Соответственно, при этом экспертные сервисы лучше всего, конечно, оформлять рамкой. Поедем дальше. А быстро и дешево никогда не получится. Если вы региональный ритейлер, ну, наверное, вам не стоит защищаться от там проправительственных группировок. Но при этом, если вы крупная промышленная организация, вам не стоит ожидать, что вам сделают сок за 2 копейки. Вы всегда должны отталкиваться от модели угроз. Об этом говорили на антипленарке в том числе. При этом, если вы хотите быстро построить сок, то вы просто просите компанию внедрить CM, сделать вам базовую документацию от вендора, либо типовую под шаблон, и вы получите сферического коня в вакууме. И, опять же, набор СЗИ, это, конечно же, не сок. Давайте поговорим про третий класс. Это так называемый compliance адепты, которые очень часто говорят, ребята, давайте вы меня просто чуть раньше, чем госсопка, будете оповещать о тех же угрозах. Вы центр госсопка, у вас есть все эти фиды, поэтому я просто вот хочу быть готовым постелить соломку, когда ко мне придут регуляторы. Либо говорят, что вы просто организуете взаимодействие, мне не нужен мониторинг, мне не нужно построение сока, мне нужно, чтобы вы просто взаимодействовали, а я вам буду сообщать инциденты. Третий вариант это поставить железку. Классический вариант, там очень часто его, особенно в регионах, спрашивают, просто поставьте железку, и у меня все будет работать. Четвертый вариант, прекрасный тоже, это возьмите на себя всю ответственность, за меня, как за субъекта госсопки, чтобы вот я ни за что не отвечал. Ну и последний вариант, это соответственно обеспечить комплайенс. Самый главный тезис, никогда не выйдет обмануть регулятора. Если мы говорим про комплайенс, надо понимать, что в какой-то момент данный сервис может дать осечку. железка не закрывает все требования ФСБ и в стэк, и ответственность вас, как субъекта, киеза, объекта, которые у него находятся, она всегда будет вашей ответственностью. При этом часть функций, которые описаны в комплайенсе, они организационные, и они касаются только вас и вашей организации. Вы никогда не сможете переложить ответственность за эти функции на соответственно стороннего аутсорсера. Но при этом, конечно, аутсорсеры помогут вам закрыть в том числе и комплайенс функции, но это не должно быть вашей целевой функцией. Ну и последний момент, я их назвал фанаты гомеопатии, это люди, которые где-то когда-то услышали сок и думают, что он сможет решить все их проблемы просто тем, что появится в этой организации. Так не работает, потому что если внутри нет СЗИ, если внутри нет процессов, нет ИБ, и вот тут в волнующемся море один такой стоит шпиль в виде сока, это никогда не взлетит. Второй вариант запроса это у меня есть один критический сервер, на нем 1С, вокруг не пойми что, периметр размыт, СЗИ нету, пользователи делают что хотят, защитите мне его. Ну и последний момент, с которым приходят, это соответственно а давайте вы мне помимо классических функций сока еще обеспечите защиту банкоматов, причем в том числе физическую, антифрод и выдачу прав доступа пользователям. Так не бывает. Соответственно, для сока нужен всегда определенный уровень зрелости организации, сок не решит всех ваших проблем, потому что это, ну скажем так, это не серебряная пуля. И при этом, когда у вас всеобщий хаос, когда у вас полная дичь вокруг, конкретный сервер защитить невозможно, потому что вы слишком поздно увидите злоумышленников и на подступе поймать их будет просто поздно. Вы не успеете среагировать на ситуацию. Ну и последний момент, нельзя микроскопом забивать гвозди. Каждый инструмент должен делать собственную функцию. Поэтому последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, меня уже коллеги торопят, потому что мое время вышло, это о том, какие критерии выбора я рекомендую вам для того, чтобы выбрать правильный сок для себя. Во-первых, всегда отходите от модели угроз, от того уровня злоумышленников, который грозит конкретно вам. Если вы продаете шаурму у метро, вам не нужен сок, который будет стоить 100 миллионов рублей. Но при этом, если вы говорите, вы, там, не знаю, энергетическая, промышленная компания, либо государственная структура, которой грозят реально кибергруппировки и разведки других стран, вы должны выбирать сок с наибольшим опытом, с обязательным наличием методологии внутри этого сока, потому что без процессов ничего не взлетит. И обязательно должен быть конструктор услуг, из которых вы, как зрелый заказчик, должны выбирать себе определенные пункты, которые актуальны именно вам. Тут важны три момента, которые хочется сказать. Первое. Всегда сок должен быть с определенным продуктовым опытом. Если к вам приходит сок, который работает, вы знаете об этом, не знаю, на Курадаре, он вам никогда не построит хороший сок на арксайте. Как минимум, вы лишитесь контента. Как максимум, из-за архитектурных ограничений вы не получите части тех инцидентов, которые этот сок реализовал у себя на другом решении. Поэтому всегда отталкивайтесь от продуктового опыта и зовите ровно специалистов по тем решениям, которые вы выбрали. Ну и второй момент. Это, конечно, обязательно именно вы должны вовлекать и бизнес, и идти в диалог с сервис-провайдером с самого старта, иначе сок не взлетит. Спасибо огромное. На этом у меня все. Классная пассивикация организаций. Было исчерпывающего, поэтому всего один вопрос, который задали коллеги. Смотри, коллеги обещают создать пять соков за один год. Почему у них получится? Условно говоря, у вас нет. Ну смотрите, создать, именно создать с нуля пять соков в год, вы получите все эти пять соков как под копирку одинаковые. Пять близнецов, работающих на рынке. При этом, если одна организация будет из ритейла, а вторая работающая с гособоронзаказом, ну, с точки зрения процессов, скорее всего, это все развалится. Поэтому меньше, чем за год, вот мое понимание, сок построить невозможно. Все, Алексей, большое спасибо. Да, спасибо. Коллеги, мы продолжаем. Соответственно, при построении соков важно учитывать основополагание, потому что оно определит тот путь, которым организация пойдет при дальнейшей реализации. И, соответственно, будет ли это коммерческий аутсорсинг или полностью своя разработка? Как раз эту тематику и затронет непревзойденный Алексей Лукацкий из компании Циско. Алексей, вам слово. Спасибо большое. Я как раз не буду рассказывать о том, в чем разница между аутсорсинговым и собственным соком. Мне как раз хотелось бы поговорить о промежуточных вариантах, потому что сегодня на форуме по понятным причинам превалируют рассказы об аутсорсинговых соках, потому что достаточно большое количество игроков представлено именно в качестве докладчиков. И это один из вариантов, когда хочется быстро, когда есть деньги, когда нет экспертизы, и мы действительно готовы уйти в сокостроение внешне. Вариант номер два, когда мы имеем ресурсы, мы имеем квалифицированные кадры, мы имеем деньги достаточно много и готовы купить все сами. И, соответственно, из этого конструктора создать себе сок. Но, к сожалению, большинство компаний находятся, как правило, посередине между двух этих вариантов, то есть у них могут быть квалифицированные кадры, но нет денег на то, чтобы приобрести соответствующий инструментарий, и они вынуждены либо строить что-то из опенсорса, либо искать какие-то другие варианты, либо наоборот, они купили когда-то некий инструментарий, но у них сейчас нет людей, которые этот инструментарий будут использовать. И в обоих этих вариантах, собственно, ни свой сок, ни аутсорсинговый сок, к сожалению, не подходит. И здесь надо понимать, что идеальный сок, идеальный мир соков, как это видится со стороны интеграторов, со стороны провайдеров, со стороны вендоров, которые поставляют свое решение для соков, он на самом деле никогда не наступит, и, наверное, его в принципе невозможно наблюдать, потому что картина у нас меняется достаточно активно, и в частности инциденты, большинство с которыми мы имеем дело, они достаточно краткосрочно, они занимаются всего несколько часов, то есть разговоры об APT, разговоры о иностранных хакерах, которых нанимает то или иное государство, это, конечно, имеет место в реальной жизни, но для очень небольшого количества компаний, если вспомнить известную такую пирамиду, которую регулярно лаборатория Касперского в своих презентациях показывает, то 1% это APT, 9% это сложные инциденты, и 90% это инциденты от неквалифицированных злоумышленников, ну или злоумышленников, которые нахватались где-то в интернете знаний и пытаются взломать или атаковать ту или иную компанию, то есть 90% даже, может быть, больше того, с чем мы имеем дело, это простые, банальные вещи, для которых что-то мощное, серьезное и дорогостоящее далеко не всегда нужно. Что же делать, собственно, какие у нас варианты есть, как с одной стороны мониторить информационную безопасность либо для себя, либо для выполнения требований регуляторов, а с другой стороны не инвестировать в эту тему достаточно больших денег, либо для того, чтобы и не тратить их в будущем, либо наоборот для того, чтобы проверить, насколько мы готовы к мониторингу, какие подходы нам лучше всего применимы, либо мы пойдем в свой сок, либо мы пойдем в аутсорсинг, либо мы будем что-то делать самостоятельно на базе опенсорса, либо наоборот покупать что-то дорогостоящее. Вот как решить эту задачу и понять, по какому пути нам идти, вестись на рекламу вендора или интегратора, либо наоборот набивать шишки самостоятельно. На мой взгляд, мы должны сформулировать некие гипотезы, с которыми мы будем работать. Вот здесь я на слайде их попробовал прописать, но мне можно возразить, ну блин, это штандартные вещи для любого проекта по мониторингу, независимо от того, аутсорсинговый он, либо свой собственный. Это действительно так, поэтому я вот к этим гипотезам добавил бы еще несколько параметров, связанных с тем, что у меня могут стоять исходные задачи в виде скорости реагирования, и мне надо протестировать какие-то новые функции. У меня достаточно высокая может быть совокупная стоимость поддержки на инфраструктуру, которую я не готов содержать. Инфраструктуру именно соковскую, разумеется. У меня может не быть достаточное количество персонала, а если мы строим сок в режиме 7 на 24, у нас требуется как минимум человек 7, а в реальности человек 10, чтобы закрыть первую, вторую, третью линии. И даже если третью линию отдавать на аутсорсинг, то для первых двух линий нам надо человек 6-7, и это тоже достаточно накладно для большинства организаций. И все эти люди, помимо функционализа, еще должны выполнять функции поддержки платформы, обновления платформ, устранения уязвимости и так далее, и так далее. Поэтому какие у нас есть альтернативы? Ну, про свой сок сегодня говорят очень много, про аутсорсинговый сок также говорят очень много. Это примерно как купить свой автомобиль, либо взять каршеринг, ой, не каршеринг, а взять такси. Вот две альтернативы. Но понятное дело, что первая далеко не всегда купается и дорого, вторая не всегда удобная, потому что мы вынуждены пользоваться тем, что нам дает компания, связанная с такси, и часто возникают задачи, когда о дорогу покажешь. Вот, к сожалению, в аутсорсинговых соках такое тоже бывает, особенно в зависимости от того, сколько мы готовы заплатить, и как следствие какой сервис мы получим в ответ. Понятно, что у меня появляется третья альтернатива, это что-то промежуточное между своим и чужим соком, то есть CM или сок платформа, которой я буду пользоваться, то есть некий инструментарий, который где-то развернут, ну, как правило, в облаке, и я, собственно, загружаю в него свои данные за счет коннекторов и работаю с этой платформой, то есть я не трачу там капитальные ресурсы, то есть не вхожу в капекс с точки зрения приобретения оборудования для построения сока, а это достаточно недешевое удовольствие, там, по проектам, в которых мы участвуем, в России в том числе, по построению соков, этот ценник может измеряться сотнями тысяч долларов за весь тот набор как бы платформы, CM, и тип, и ARP, и так далее, которые являются ядром сока. Либо второй вариант это, соответственно, OPEX, то есть операционные затраты, на которые компания готова тратиться. И в этом случае нам надо иметь только персонал, который будет, собственно, закладывать данные в CM аутсорсинговую либо в сок-платформу и, соответственно, работать с результатами, которые мне эта платформа дает, то есть за счет автоматизированных плейбуков я смогу сразу получать информацию об инцидентах, сразу заводить информацию в ARP либо в Сааре, сразу осуществлять оркестрацию и реагирование. То есть платформа дает мне все, моя задача только пользоваться этой платформой, то есть у меня должны быть люди, которые это будут делать. На самом деле есть и четвертая альтернатива, но в России она практически отсутствует. То есть вот если мы сейчас сведем все вместе, три альтернативы, которые я описал, свой собственный сок, сок из-сервис, то есть аутсорсинговый сок, дальше сок платформа или CM из-сервис, то есть из-за облака. И четвертый вариант это менедж CM, то есть тот кейс, который я упомянул в самом начале, когда компания имела много денег и купила зачем-то CM, потом руководитель службы безопасности уволился или его уволили, продукт остался, а что с ним делать никто не знает. Выбрасывать жалко, можно попробовать реализовать услугу менедж CM, но к сожалению в России сегодня на мой взгляд я не слышал по крайней мере, никто не предоставляет, поэтому мы этот кейс сегодня оставим в стороне, хотя на западе менедж CM достаточно популярная тема, когда у меня есть деньги, чтобы что-то купить, но у меня нет людей, чтобы этим управлять, поэтому я нанимаю других людей, которые управляют моим собственным CM. Но опять же, повторюсь, в России этот кейс не работающий. Соответственно, боимся мы аутсорсинговой информационной безопасности, сок, неважно. На самом деле, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня, у нас вся безопасность уже аутсорсинговая, вся из облака. Может быть, не целиком все платформы там находятся, но ключевые компоненты современных платформ ИБ, обновление сигнатур, обновление фидов, любые иные варианты с Red Intelligence, обновление со всем платформ, получение репутационных баз и так далее, и так далее, оно идет от внешних поставщиков. Поэтому, хотим или не хотим, но строить все с нуля, кукситься внутри себя и не взаимодействовать с внешним миром сегодня для построения эффективной безопасности могут только госорганы, у которых других альтернатив нет, и в стек, и ФСБ им запретило делать все, чем живет прогрессивный мир информационной безопасности. Но им можно только посочувствовать, нам остается как бы рассматривать именно те случаи, когда мы можем взаимодействовать с внешним миром, как это делают большинство современных вендоров. И вот если мы посмотрим на варианты, то мне сегодня как раз хотелось остановиться только на серединном варианте, отбросив в сторону варианты со своим и аутсорсинговым соком, и вот несколько цифр. Сколько времени уходит на внедрение Сиема? На самом деле, большинство компаний, которые участвовали в этом опросе, отвечают, что не менее трех месяцев, а многие до шести месяцев тратят только на внедрение Сиема, а это ведь только один из компонентов современного сока. Ну, если отбросить в сторону как бы высказывания на соседней сессии, которая была о том, что Сием не нужен. Вот. Соответственно, столько же времени у нас уходит на внедрение полноценного СААРа, и может быть, даже больше, потому что надо интегрировать с большим количеством решений то же самое на тип, ну и так далее, и так далее. То есть на внедрение только инструментария, параллельно ему, конечно, идет разработка воркфлоу, плейбуков, там, юзкейс и так далее, но уходит не меньше года. Это достаточно большая проблема, а мне надо реагировать сейчас, мониторить сейчас, выявлять инциденты сейчас. Поэтому облачная платформа мониторинга это, в принципе, вариант. И, как я уже сказал, есть два подхода. Первый это Сием из облака, в который мы заливаем только события и работаем с событиями и получаем от Сиема, собственно, информацию обработанную, проанализированную, скоррелированную. Либо вариант номер два это полноценная сок платформа. То есть мы заливаем туда данные, там уже есть плейбуки, там есть юзкейсы, возможно, типовые, возможно, разработанные под нас. Там есть как бы интеграция со средствами защиты, то есть различные коннекторы. Мне надо только отдать данные туда и получить оттуда сигналы на работу с моими средствами защиты для блокирования тех или иных выявленных инцидентов. Но здесь в зависимости от желания, от возможностей, конечно, от ресурсов, с которыми мы будем работать. Да, у такого рода подхода есть свои риски. Как, собственно, и у любого аутсорсинга есть свои риски. Вещи, связанные с интернетом, у нас он может быть нестабильным и отключаться, вещи, связанные с нормативкой, которая нам запрещает, например, пользоваться зарубежными облачными платформами, вещи, связанные с политикой вендора, который может одномоментно уйти из России, если мы говорим о вендоре зарубежном. Конечно же, политика компании, которая может сказать, нет, я не хочу внешнего поставщика, я хочу строить все самостоятельно, держать контроль в своих руках. Ну и контроль это зависимость, то есть многие компании говорят, нет, мы не хотим отдавать безопасность чужие руки, хотя, как правило, если спросить бизнес, готов ли он уйти в чужие руки, отдать свою безопасность, бизнес скажет, да, я готов. Это не проблема, если будет прописан четкий SLA. Вот, поэтому, там, подходя к некому завершению вот этой темы, я хотел бы обратить внимание, что сегодня есть два варианта такого рода облачных платформ для построения сока, то есть это те платформы, к которым мы обращаемся, мы не сами там строим, это третий вариант, на этом слайде мы его сейчас не рассматриваем, а именно два варианта, когда это изначально облачная платформа, в которую мы заливаем данные и другие заказчики также заливают данные и они внутри разделяются по инстансам между как бы заказчиками у самого облачного провайдера, либо вариант номер два, когда это платформа на хостинге и у меня разные инстансы со своими данными, со своей копией Сиема, со своей копией всех платформ для построения сока, это более дорогой вариант, может быть менее эффективный, хотя для заказчика разницы большой нет. Ну и в заключении обратите внимание, вот здесь я попробовал сравнить три этих варианта, нет какого-то явного лидера, в зависимости от тех критериев, с которыми вам придется иметь дело, на которую вы делаете ставки, которые вы приоритизируете для себя, что-то для вас будет более выгодное, что-то менее выгодное. Ключевая задача моего выступления была показать, что не существует только двух альтернатив, свой сок или аутсорсинговый, существуют всегда альтернативы между ними, которые устраивают на самом деле до 80% заказчиков, главное, чтобы, собственно, заказчики в эту альтернативу, собственно, поверили и, понимая все плюсы и минусы, попробовали поиграть. Сегодня в России, к сожалению, на Западе этот рынок очень сильно развит. В России сегодня представлено два игрока, это Microsoft с их Azure Sentinel и компания Cisco. У них разные варианты и лицензирование, и стоимости, и так далее, и функциональности, поэтому я сейчас не буду топить ни за один из вариантов, просто чтобы вы понимали, что этот рынок сегодня очень развивается. Я не исключаю, что после сегодняшнего нашего форума появятся какие-то российские стартапы, которые захотят предлагать заказчикам свои аналогичные варианты с развернутым где-нибудь OSSIM, ну и другим опенсорсным стэком, на базе которого многие строят сегодня CM. Ну и подводя итоги, опять же повторюсь, что не существует белого и черного, не существует либо одного варианта, либо другого для построения сока своего, либо аутсорсинга, всегда есть альтернативы. Всегда можно сэкономить, получить сервис не хуже качества, чем в аутсорсинге, но при выполнении конечно же определенных условий, участие из которых я постарался рассказать в рамках своей презентации. Большое спасибо. Алексей, большое спасибо, как всегда системно. Спасибо. Несколько вопросов. Первый вопрос, наверное, сейчас буду, зачитаю коллег из зала. По цене вы обозначили, да, этот был, поэтому немножко другой. На самом деле нет, я отвечу с точки зрения цены. Опять же, здесь два совершенно разных подхода. Свой сок это всегда капекс, внешний сок это всегда опекс. Поэтому, если, например, компания готовится на IPO, а сегодня многие российские компании готовятся к IPO, понятно, что свой сок выгоднее, потому что это увеличение капитальных затрат, при выходе на IPO это выгоднее. Если компания экономит, если у компании проще с опексом, то есть ежемесячная плата по сравнению с такими разовыми большими затратами, то, конечно, опексная модель, она лучше, соответственно, это либо аутсорсинг, либо облако. Понятно. Совет для начинающих, какую модель выбрать? Нет, ну, нет универсальной модели. Никаких советов для начинающих. Смотрите на свою модель угроз, смотрите, собственно, на те риски, с которыми вы имеете дело, смотрите на тех специалистов, которые есть у вас в штате, либо в городе, в регионе, в котором вы располагаетесь. Исходя из этого, у вас на самом деле количество альтернатив с хлопницей до одной-двух, из которых вы будете выбирать уже по цене, по тем условиям, которые вам предлагают либо вендор, либо интегратор. Ну, и, соответственно, с учетом того, что был диапазон времен по внедрению Сиема, все-таки просит вашу экспертную оценку, сколько, ну, оптимально, наверное, должно занимать. Или что это будет, какие параметры это определят? Это все зависит от кавериджа систем. Если у вас там один офис, пусть и большой, это может занять там две недели на внедрение. Если у вас во всех часовых поясах России площадки, включая промышленные и так далее, у вас внедрение Сием может занять два-три года, и это реальные цифры. Понятно. И вопрос небольшой от меня. С учетом складывающейся пандемии, вот этой глобальной утоленки, на ваш взгляд, вот предлагаемая схема будет набирать популярность? Я думаю, да, потому что она позволяет опять же решить вопрос с удаленкой, потому что мы уже привыкли к облакам, то есть переход к облачному соку гораздо проще осуществляется. Но единственное, что здесь играет отрицательную роль именно в России, это импортозамещение и санкционная тематика. Российских вендоров таких пока нет, поэтому здесь вопрос, какие риски перед вами стоят и не попадете ли вы в перспективе под импортозамещение. Алексей, огромное спасибо. Спасибо. Коллеги, а мы продолжаем. Соответственно, в заключении доклада Алексея хочется сказать, что Ростелеком Солар со своей стороны предлагает так называемую схему гибридных соков, поэтому мы то, о чем говорил Алексей, тоже в определенном ключе занимаемся. Если вы помните, в самом начале я сказал, что сок это в первую очередь люди, но возможно в ближайшее время ситуация изменится. Как раз Сергей Солдатов из лаборатории Касперского расскажет нам о роботах. Сергей, вам слово. Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Сергей Солдатов. Я работал в лаборатории Касперского. Моя позиция называется рукой Тельсок. Для начала рассмотрим проблему ложных срабатываний и ложных необнаружений, ложных пропусков. Очевидно, что хочется обнаруживать зло как можно более автоматизированно, но для этого оно должно быть явным. Чем более оно скрытно, тем сложнее обнаруживать, но обнаруживать хочется, поэтому мы должны готовиться к большому количеству ложных срабатываний. Конечно, ложные срабатывания будут повышать количество работы на наших операционных линиях. Нам нужно будет больше аналитиков, но кто сказал, что они должны быть людьми. Рассмотрим типовое применение машинного обучения. В основном это используется для автоматического обнаружения. То есть либо мы имеем дело с машинным обучением без учителя, в этом случае мы выполняем профилирование и обнаружим отклонения, либо мы проводим машинное обучение с учителем, и в этом случае мы находим что-то, что ранее уже встречалось. Но, в принципе, немножко подумав о ситуации, особенно в нашей компании, когда машинное обучение используется уже достаточно давно, мы решили зайти немножко с другой стороны, поскольку обнаружение с помощью машинного обучения также имеет предел, оно автоматизировано, оно также будет буксовать в тех сценариях, когда либо нету сценария, который похож на предыдущие, либо нету достаточно обучающей выборки, то есть что-то совсем уникальное, мы подумали, а что если машинное обучение использовать для триажа ложных срабатываний. Таким образом мы сможем разгрузить нашу первую линию и соответственно так мы придумали нашего автоаналитика, о чем я сегодня и расскажу. Для начала рассмотрим упрощенную архитектуру MDR, сервис Manage Detection Response, мы представляем его 2016 года, он работает достаточно несложно идеологически, то есть некоторые сенсоры представляют нам события, они обрабатываются как на сенсоре, так и в облаке и результаты работы на детектирующей логике разгребаются собственно живыми людьми. Несколько цифр. Сначала рассмотрим как это устроено внутри. То есть нам сенсоры представляют события, различная детектирующая логика генерирует множество алертов, алерты прилетают на первую линию в Internet Response в платформу, аналитик смотрит на них, если сразу понятно, что наверное это не ложное срабатывание, он импортирует это в кейсы в Internet Response в платформе и проводит исследование является ну например может провалиться в сырые события, посмотреть, что было до данного алерта, что было после, построить таймлайн и если после вот этого более детального рассмотрения понятно, что это точный инцидент, он ну как бы оформляет инцидент и проваливает это в портал. Числовые характеристики. То есть мы обслуживаем несколько сотен тысяч эндпоинтов, они говорят миллиарды событий в день, при этом возникает примерно тысячи алертов, которые летят на первую линию, от 30 до 70% закрывается как ложное срабатывание без импорта в кейс и конверсия по сервису около 10%, в лучшем случае 10%. проблематика, которую мы здесь видим, что 30-70% аналитик, живой аналитик, человек закрывает как ложное срабатывание без импорта в кейс, то есть в самом алерте достаточно данных, которые позволяют ему выполнить эту классификацию. Ну и таким образом мы подумали, а почему бы нам автоаналитика не обучить на данных людей. Рассмотрим, как он реализован. Ну, по сути, мы имеем стандартную задачу классификации, то есть мы обучили аналитика на исторических данных работы аналитиков сок, при этом автоаналитик выдает скор, это число от нуля до единицы, и если это число больше порога, то автоаналитика считает, что этот инцидент является true-позитивом, реальным инцидентом, либо ложным срабатыванием. Ввиду сильной разбалантированности классов, как вы помните, у нас конверсия по сервису около 10%, мы не можем весь поток обработать полностью автоматически, но мы можем сильно разгрузить живых аналитиков. Мы рассмотрели все варианты применения автоаналитика, приведенные на слайде, остановились на том, который выделен желтым. То есть мы алерты, которые гарантированно являются ложными срабатывания, закрываем моделью по сопоставлению выданного ей скора с пороговым значением. На практике можно применять абсолютно все эти сценарии и пока мы в этом не видим необходимости. Рассмотрим пайплайн, который мы уже обсуждали и если посмотреть, как сюда встроен автоаналитик, то он является частью автоматизированного пайплайна. Только в отличие от классической детектирующей, который используется много лет уже, который отвечает за проблематику пропусков, автоаналитик у нас отвечает за триаж. Соответственно, мы проблему не обнаружения решаем одновременно с проблемой нагрузки на людей. Текущее качество. Мы примерно треть отфильтровываем и при этом ошибка, которую мы вычисляем постоянно, она не превышает 2%. Переходим к наиболее сложной части. Какие данные мы скармливаем автоаналитику? Здесь приведен реальный алерт, который представляет собой набор событий, которые машина посчитала подозрительными. И нам нужно решение, которое автоаналитик принимает, выполнить на базе данных из алерта. То есть нам нужно выполнить агрегацию нескольких признаков из разных событий. Как мы это делаем? Я привел на слайде. Я не буду на немногу останавливаться, презентация будет доступна, можно ко мне обратиться, но суть в том, что мы множество событий внутри алерта сводим к некоторому вектору признаков, которые подаем на вход в машину обучению, если кому интересно, это катбуст от Яндекса. Метрики и контроль качества. Как все это работает? Мы определяем долю фильтрации, сколько алертов должен обработать, мы определяем порог, который сравняется со скором, все, что выше порога является реальным инцидентом, это передается на разбор живым людям. Если это скор, который выдала машина, является меньше, то это ложное срабатывание, это закрывается. Мы считаем две метрики, это false positive rate и true positive rate. То есть false positive rate это доля неотфильтрованной модели ложных срабатываний, в идеале это должно быть нулю, равно, а true positive rate это доля корректно классифицированных реальных инцидентов и в идеальной модели это должно быть 100%. На слайде я привел распределение истинных классов и разметки предсказанной моделью и все их сочетания и формулы, как вычисляем мы false positive rate и true positive rate. наиболее удобно смотреть распределение true positive rate и false positive rate на рог кривой. Немножко расскажу, что это такое. То есть я тут горбиками изобразил классы истинного распределения. Соответственно, если бы эти true positive и false negative полностью разделялись хорошо, то у нас порог мог бы быть посередине и соответственно проблем бы не было. Но поскольку они перекрываются, тут также я тут показал известный нам уже множество вот false negative это пропусков и false positive это ложных срабатываний. Соответственно, рог кривая показывает положение, показывает какие false positive и false negative мы получаем в зависимости от порога. И метрикой качества нашей модели является площадь под этой кривой. Этот слайд, который был предыдущий, он наверное самый сложный и он представлен только для того, чтобы показать, что мы считаем. Мы считаем и true positive rate и площадь под рог кривой, которая оценивает здоровье нашей модели. Последняя секция это процессовое качество, которое мы внутри имеем. То есть у нас автоаналитик, он также является живым аналитиком. Примерно 10% от его анализа уходит на анализ живым людям. И мы постоянно управляем количеством инцидентов, которые идут в перепроверку и таким образом мы считаем, что мы самые спорные моменты разбираем. внутри пайплайна это выглядит таким образом, то есть 100% алертов летят на автоаналитику, у нас нет понятия первой линии, которая там работает по плейбуку, у нас все летит в машину, машина примерно 30% анализирует и вот эти два ручейка из 3-5% которые есть как с автоаналитика, так и с живых аналитиков, это как раз ручейка перепроверки, которая позволяет нам объективно следить за качеством. После словия хочется сказать, что если мы хотим повышать качество обнаружения, то мы должны готовиться к ложным срабатываниям. В MDR используем мы алертинг и фредхантинг, соответственно, мы машинное обучение можем использовать как для снижения фолс-негативов, так и для снижения фолс-позитивов, а человека разгрузить для работы по тем направлениям, где он незаменим. Спасибо за внимание. Сергей, большое спасибо, очень интересно. Достаточно много вопросов. Первый, можно еще раз повторить, какие методы машинного обучения использовались, есть ли открытые источники, может быть, имеются до источников данных? Смотрите, мы постоянно экспериментируем, у нас автоаналитик два года уже используется, и на данный момент мы используем градиентный бустинг, это алгоритм CatBoost от Яндекса. До этого G-Boost использовали, сейчас ведется в пилотирование нейросети. Там много вариантов. Ясно. Соответственно, связанный вопрос, не придется ли постоянно писать сценарии, доучивать, доучивать, и вот этот, с одной стороны, что-то автоматизировали, а тут появились новые люди, которые права подкидывают. Но это постоянно производится, вот я не зря приводил рок-кривую, это как бы мерило качество модели нашей, мерило качество работы, и мы постоянно измеряем эту метрику и постоянно переобучаем модель, то есть постоянно приходят новые клиенты с новыми своими особенностями, они привносят новые, так сказать, паттерны, и на них модель переобучается. Отлично. Соответственно, такой вот тезис, неужели все заменится роботами, и вот будет такой кошмар с нулевой эффективностью, наверное, все-таки? Нет, такого кошмара не будет. Смотрите, нельзя бояться роботов, потому что появление роботов, оно не приводит к необходимости отказа от человека, то есть человек просто перетрансформируется в некого пастуха, который с этими роботами обучает, их переобучает, проводит контроль качества, то есть никакая автоматизация не приведет к уменьшению количества людей, то есть, ну, надо у нас будет, у нас появятся там машины-экскаваторы, которые копают ямы, но никто не скажет, что нам больше не нужны люди, потому что экскаватором нужно управлять. Понятно. Отлично. С точки зрения хорошего вопроса удорожания, да? Может быть, даже было бы интересно на короткой, там, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Сколько дороже получается машина? Ну, я думаю, оно получается дешевле, потому что мы эту проблему решаем именно для повышения пропускной способности линий людей, то есть, для нас это машина обучения, это, наоборот, удешевление сервиса для нас. То есть, мы там, если аналитик раньше мог обработать там 10 тысяч инпоинтов, да, сейчас он может, вроде там, не знаю, 30 тысяч инпоинтов. То есть, в принципе, это повышает фурпут. Был вопрос про, скажем так, есть ли альтернативы, на мой взгляд, здесь альтернатива, но делать это руками, как всегда. Не, альтернативы есть всегда, конечно, можно делать руками, да. Так, где можно почитать подробнее, коллег прям заинтересовало, помимо, может быть, какие-то ссылки, или то, что в материалах, в слайдах. Да, есть презентация, ссылка на нее есть в моих слайдах, но она тоже коротенькая, как раз от коллеги, который у нас занимается именно математикой под эту модель. Отлично. Да, то есть, можно посмотреть его презентацию, она более техническая, здесь она более поверхностная. Либо пишите мне, я отвечу. И, собственно, классическая борьба людей и машин, если взять двух высококвалифицированных специалистов, надо ли вообще этой темой заниматься? Ну, высококвалифицированный человек, он в любом случае человек, и он имеет ограничения по скорости. А эта машина, она в целом не устает, не отдыхает, она работает круглосуточно, их не надо 5 человек, чтобы собрать смену. Ее нужно просто переобучать, а когда ее нужно переобучать, это вычисляется. Отлично. И вопрос от меня. Вы, понятно, такой огромный технологический гигант с сотнями IT, специалистов, разработчиков, и тематика это для вас понятна, а для людей, скажем так, на земле, в промышленности, в ритейле, вот эту тематику им надо сейчас хватать, бежать, или им что-то ждать? Смотрите, я отвечу про высокую моду. Вы же знаете, вот высокую моду смотрите, люди ходят в такой одежде, в которой никто не ходит. А знаете почему? Потому что многие вещи, которые мы сейчас носят на себе, они когда-то тоже были высокой модой, и они потом вошли в обыденное использование. Здесь та же самая ситуация, мы должны говорить о том, что там сейчас, мы говорим о том, что завтра. То есть, если сейчас используется у нас в сервисе, то завтра это будет в наших продуктах, и это можно будет использовать прямо у себя в сети. Просто я рассказываю, как оно работает, как оно внутри устроено, поскольку чем лучше мы понимаем предметную область, тем меньше мы этого боимся, тем более как бы френдли это для нас. Сергей, огромное вам спасибо. Было очень интересно. Спасибо. Уважаемые коллеги, часть докладов подошла к концу, в ближайшее время у нас перерыв. Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. Первое. Если вы подходите к вопросу решения задач использованием СОКа, определите ваши ограничения и ресурсы и выберите ту модель реализации, которая будет для вас наиболее эффективна в части вопросов обнаружения и реагирования на инциденты информационной безопасности. Не стоит бояться машинного обучения, оно постепенно войдет в нашу жизнь, но помните, в мире, когда будут роботы, люди разделятся на две категории. Те, кого роботы контролируют, и те, кто контролирует роботов. Постарайтесь оказаться во второй категории. Во время перерыва у вас будет возможность посмотреть рекламные ролики от наших партнеров или заняться физкультурой. До встречи через 20 минут.